Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я хочу записать еще один материал для продвинутых юзеров, для людей, которые занимаются психотехниками серьезно. Я заранее прошу прощения у людей религиозных, относящихся к каким-то конфессиям, занимающихся и серьезно исповедующих какие-то религии, и которые не готовы услышать все то, что сейчас прозвучит. Я прошу их выключить, вот этот ролик, потому что он лежит вне стандартной концепции восприятия обычного человека. Я обращаюсь лишь к тем, кто серьезно занимается психотехниками. Итак, зачастую у вас, если вы занимаетесь серьезно, например, тем же самым моделированием реальности, или ищете вариантов исцеления, помощи другим людям и так далее, бывают такие моменты, когда вы уперлись, когда вот вроде бы вы много чего делали, 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 у вас получалось, и вот наступает точка ступора, и дальше нет движения. Такие ситуации бывают, и как правило, вот такие ступорные моменты точечные, вот это состояние, о котором я говорю, наступает у людей, которые достаточно гармонично выстроили свою жизнь, свои отношения, у них все хорошо с семьей, с детьми, с родителями, у них все хорошо у самих со здоровьем, у них все хорошо с материальным благосостоянием, с бизнесом или творчеством и так далее. То есть это реализованные люди, и они достаточно гармоничные. Нету того параметра бытия, который бы у них фонил и говорил, вот здесь плохо, и сроченько решай эту проблему как потребность. То есть все потребности основные закрыты. И вот в таком случае они могут прийти вот в эту точку, о которой я говорю, и для них вот эта подсказка дальнейшая, она может быть ключом для движения дальше. Итак, ступор, что-то не получается, но вы вот относитесь к этим людям. Смотрите, у нас в практиках, в психотехниках принято, да и в религиях тоже, у нас принято Бога выносить вне себя. То есть мы молимся распятию, мы молимся Богу, Ра, Богу, Солнце, мы молимся стихиям, еще кому-то. То есть вариантов на самом деле очень много, но эти все варианты вне нас. Если мы возьмем ключевые психотехники, которые сегодня существуют на рынке, трансовые, да, там идут тоже погружения, и мы через погружение выходим куда-то в свет, который вне нас, да, который где-то там на солнышке, либо на звезде, либо там через расширение, через земной шар, куча разных практик идет, да, то есть в любом случае этот свет, эта любовь, она находится вне нас, да, и мы просим нас наполнить ею и так далее. Так вот, смотрите, вот Бога мы выносим вне себя. Для чего? Для того, чтобы уравновесить и справиться с нашим эго, для того, чтобы отработать определенные системные наши ценности, убеждения, программы, личностные характеристики и так далее. Назовите это как хотите. То есть мы работаем с эго через то, что мы растождествляемся с Богом, да. Но наступает такой момент, когда эго, оно тоже получается достаточно сильное, проработанное, подконтрольное, можно так сказать, хотя здесь никто никого не контролирует, но у нас все гармонично. Эго у нас гармонично вписывается в нашу структуру личности, да. И вот в таком случае, вероятнее всего, вот вы пришли вот в эту точку, когда надо Бога вернуть на место. Бога вернуть в себя. Бога вернуть в свое сердце. Бога вернуть в каждую клеточку своего тела, да. Но саму информацию в дальнейшем в практиках мы будем брать из области нашего сердца, понимая и называя это Богом, Творцом, Высшим Я и так далее. То есть мы находим вот этот внутренний свет и внутреннюю любовь уже внутри себя. Что это дает? На самом деле, вот звучит очень просто. Выполнить и реально, когда вы привыкли к растождествлению, это очень сложно. Что это дает? Это дает то, что ваш мир желаний, когда у вас возникает какое-то желание, оно сразу, вот желание, это что у нас в голове, да, программа ума, оно сразу превращается в потребность. А когда превращается в потребность, оно сразу включает силу намерения. Сила намерения дает энергию на материализацию. Таким образом материализация идет очень быстро. На чем можно тренироваться? Когда эго минимально включается, можно тренироваться на картах, на кубиках. Но я, например, в своей жизни не люблю делать бесполезную работу. Вокруг нас много людей, которые вам могут предложить варианты каких-то интересных проявлений. Вот у него случилась такая беда в доме, да, и вот надо вот то-то и то-то. Вот давайте посмотрим, как это работает, да, и вы помогаете человеку на то, чтобы вот это произошло по другому сценарию, да, либо там надо внести какое-то изменение в законодательство. Вот вроде бы вы там вообще ни при чем, да, но вы технически проделаете определенные вещи, и у вас получается определенный результат. Но вы понимаете, что для того, чтобы результат проявился, надо, чтобы вот это стало вашей потребностью, ваша потребность соединилась с вашим намерением, ваше намерение. Намерение включило энергетику, энергия пошла, и это проявилось в вашей жизни. Я надеюсь, я доступно объяснила все, что надо. Вопрос, каким образом человек будет возвращать Бога в себя, здесь тоже будет очень много техник. Вот, но эти техники, они, понимаете, они уже уникальны. Здесь каждый должен подобрать свой ключ и пройти свой путь, потому что в основе этого пути, скорее всего, будет раздвоение, будет лежать либо вера, либо знание. Кто-то зайдет через знание, через науку, кто-то зайдет через веру и через эксперименты, а кто-то с обеих сторон сразу. Но в любом случае этот заход будет иметь смысл. Еще будет одна просьба. Я понимаю, что то, что я сказала, для многих звучит полной шизоференией, не суразицей, непонятно чем. Вы можете не писать комментарии под этим роликом, они будут заблокированы. Те, кто хотят задать вопросы мне, кто действительно практикует и кому этот ролик окажется полезным, задайте на infosobakapup.by или можете задать и здесь. Я их увижу. Я их увижу. И если это действительно нужные и хорошие вопросы, вопросы по делу, как я говорю, тогда я на них отвечу. Благодарю за внимание. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok